В эфире новостная программа Орцах. В эфире новостной программе Орцах. В эфире новостной программе Орцах. Те вопросы, которые предстоит согласовать, мы обсуждаем с армянской стороной. И мне кажется, у нас вырисовывается общее понимание, как решить задачу с организацией автомобильного передвижения. Это максимально комфортным способом, чтобы не создавать никакие искусственные препоны. Россия будет содействовать этой работе до достижения результата. Надеюсь, это скоро произойдет. Равно как мы и в соответствии с другими договоренностями готовы предоставлять консультативные услуги в работе по линии двух комиссий, которые были созданы в Азербайджане и в Армении для делимитации и демаркации границ. Есть конкретные предложения на этот счет. Буду рад с вами их обсудить. Что касается перспективы заключения мирного договора, то, по словам Лаврова, Москва готова содействовать в вопросе нормализации отношений между Ереваном и Баку. Мы упомянули о нормализации отношений в мирном договоре, в тех положениях будущего договора, который вы передали. Мы услышали, кстати, готовность армянской стороны, премьер-министра Пашиняна, вести переговоры на эту тему. Здесь тоже мы готовы оказать содействие при согласии Азербайджана и Армении. Министр иностранных дел России в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джихуном Байрамовым коснулся и процесса постконфликтного урегулирования. Он также отметил, что в ходе своего визита в Ереван получил подтверждение в готовности принимать участие в работе комиссии по делимитации. По словам Лаврова, минская группа ОБСЕ, которая занималась урегулированием Карабахского конфликта, прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции. А основной базой для новых процессов являются три тристоронних заявления глав Армении, России и Азербайджана. Несмотря на продолжающуюся азербайджанскую агрессию против Армении и Арцаха, президент США Джо Байден вновь обошел 907-ю поправку к акту в поддержку свободы, что позволит США оказывать прямую военную помощь коррумпированному режиму Азербайджана, сообщил Армянский национальный комитет Америки. 907-я поправка к акту в поддержку свободы, принятая Конгрессом США в 1992 году, ограничивает помощь Азербайджану лишь гуманитарной помощью. Она предполагает, что США не должны поддерживать правительство Азербайджана до тех пор, пока эта страна не предпримет шагов по устранению блокады и случаев применения силы против Армении и Арцаха. Армянский национальный комитет Америки продолжит работу с Сенатом США и Палатой представителей, чтобы исключить военную помощь США Азербайджану и ограничить возможность обхождения президентом США 907-й поправки. В Минске состоится встреча генпрокуроров России, Армении и Азербайджана. Там сегодня пройдет 32-е заседание Координационного совета генпрокуроров-страв-участников СНГ. В его рамках планируется отдельная встреча Игоря Краснова с Артуром Давтяном и Камраном Алиевым. Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры Российской Федерации, стороны обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей. Генпрокуроры Армении и Казахстана Артур Давтян и Берий Касылов уже провели встречу в Минске, где обсудили двухстороннее сотрудничество и вопросы совместной борьбы с преступностью. Об этом сообщил в соцсетях советник армянского прокурора Гора Брамян. Артур Давтян в Минске встретился и с белорусским коллегом Андреем Шведовым, и также обсудил вопросы сотрудничества двух стран. Глава Минобороны Армении Сурен Попекян в Москве принял участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ, во время которого была обсуждена военно-политическая обстановка в мире, возрастание вызовов и угроз безопасности стран Содружества, сообщила пресс-служба Минобороны. Участники заседания утвердили совместные мероприятия вооруженных сил на 2023 год. Страны СНГ создадут и совместное подразделение гуманитарного разминирования. Защитник прав человека Армении Кристина Григориан выступила вчера с видеообращением во время обсуждения со специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, безнадлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях в рамках 50-й сессии Совета по правам человека ООН. Подчеркну, что во время и после Нагорно-Карабахской войны международная реакция на пытки армянского гражданского населения, даже на крайне жестокие акты, видео которых распространялись в интернете, была, мягко говоря, несоразмерной и недостаточной. Как сообщили в пресс-службе офиса Омпсмена, в своем послании Григориан подчеркнула необходимость укрепления мандата докладчика и предоставления дополнительных ресурсов. Она подчеркнула необходимость для спецдокладчика чаще посещать регион и ознакомиться с ситуацией на местах в качестве залога эффективного выполнения мандата. Также она подчеркнула и важную роль национальных правозащитных институтов для объективной оценки ситуации на местах и выразила готовность сотрудничать со спецдокладчиком. Католикос всех армян Горегин II принял вчера в Первопрестольном Святом Ичмиадине государственного министра Республики Арцах Артака Бигларяна и Омпсмена Гегама Степаняна в сопровождении предстоятеля Арцахской епархии епископа Вартанеса Абрамяна. Как сообщили в пресс-службе Армянской апостольской церкви, стороны обсудили вызовы, стоящие в настоящее время перед армянством Арцаха и меры по преодолению последствий 44-дневной войны. Также была отмечена и важность объединения общенационального потенциала и усилий в поддержку народа Арцаха. В ходе беседы были затронуты и вопросы сохранения историко-культурного и духовного наследия Арцаха, связи Арцах-диаспора. Председатель Национального собрания Республики Артур Толмасян принял вчера членов инициативной группы управления Союза родственников погибших воинов-освободителей Республики Арцах. Как сообщили из Национального собрания, на встрече присутствовали председатель Постоянной комиссии по социальным вопросам и здравоохранению Арам Григориан, главный советник председателя Белла Лалаян и заместитель руководителя аппарата Гарик Джамгарян. Члены Союза представили проект, принятого на заседании управления решения, согласно которому они считают неприемлемое вовлечение в разработанные государственные органы программы содействия лишь членов семей погибших и без вести пропавших в 44-дневной войне. Союз родственников погибших в Первой Арцахской войне воинов-освободителей получает множество заявлений и писем с жалобами относительно того, что семьи погибших в Первой Арцахской войне остались вне осуществляемых на государственном уровне программ социального содействия. Председатель Союза и члены организации надеются на ходатайство председателя Парламента Республики в вопросе решения проблемы. Артур Томмасян со своей стороны заверил, что представит вопрос на обсуждение в ходе заседания Совета безопасности и приложит усилия для того, чтобы в решении проблем Союза были вовлечены соответствующие структуры. 21 июня в Национальном собрании Республики приняли делегацию, возглавляемую заместителем председателя Национального собрания Республики Армения Ишханом Сагателяном, в составе которой были депутаты фракции Армения и честь имею. Председатель Национального собрания заверил, что вовлеченные в состав собрания как провластные, так и оппозиционные депутаты едины в вопросах, касающихся Арцаха. Спасение Арцаха он видит в троединстве Арцах Армения-Диаспора, а политическое решение только под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Артур Товмасян подчеркнул и роль российского миротворческого контингента как гаранта безопасности арцахцев. В своем слове он коснулся также жилищных и других социальных проблем насильственно перемещенных граждан. Депутаты Республики Армения приветствовали заявление, принятое о парламенте Марцаха 14 апреля 2022 года. Обратились сотрудники ЗАО водосомжения Кашатага по поводу решения правительства от 18 марта 2022 года о том, что оно будет распущено. Авторы петиции просят председателя парламента ходатайствовать в вопросе отмене вышеуказанного решения. Комментируя судьбу села Агавно, член оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Республики Давид Голостян заявил, что президент Арцаха должен либо опровергнуть слуги об Агавно, либо предпринять активные действия. Пресс-секретарь президента Лусины Аванесян ответила на комментарии Давида Голостяна, отметив, что будущее трех населенных пунктов Кашатагского района, находящихся под нашим контролем, неоднократно обсуждалось на заседании Совета безопасности Республики. В этих обсуждениях также приняли участие представители политических сил, представленных в парламенте страны. На некоторых заседаниях господин Голостян присутствовал лично. Учитывая тонкость проблемы и ее важность, предлагаю господину Голостяну обратиться в Совет безопасности Республики Арцах за ответами на возникшие вопросы, отметила Лусины Аванесян. Постоянный представитель Армении в ООН Мэр Маркарян выступил вчера на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам предотвращения геноцида и преступлений против человечества, сообщили в прислужбе представительства. В своем выступлении он отметил, что нетерпимость, дискриминация, разжигание ненависти на основании идентичности являются предпосылками для совершения преступлений и подчеркнул недопустимость привития ксенофобии будущим поколениям, особенно посредством использования образовательных программ. Также была отмечена и недопустимость попыток исказить историческую реальность. Он также упомянул и взаимосвязи массовых преступлений и уничтожение культурного наследия, подчеркнув причастность ЮНЕСКО к защите культурного наследия в зонах конфликта, сохранению, восстановлению культурных, религиозных и исторических памятников. В Степанакерсе с 25 по 27 июня в кинозале комплекса «Валекс Гарден» состоится показ фильмов известного режиссера Арама Шахбазяна «Москвич. Любовь моя», «Ченчик» и «Новорожденный съевший луну». Кинорежиссер Арам Шахбазян в беседе с корреспондентом Арцахпресс заявил, что в фильмах затрагиваются сцены, которые касались и его самого. А фильм «Москвич. Любовь моя» является совместным армяно-российским производством. По словам режиссера, инициатива показа фильмов принадлежит друзьям, но это предложение очень обрадовало и его, и продюсеров. И их цель – познакомить арцахцев с фильмами, известными на международных площадках. Наш эфир подошел к концу. В заключении выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра, 25 июня, на территории республики будет переменная облачность. В вечерние часы ожидаются кратковременные дожди и грозы местами град. Ветер юго-восточный – 2,5 метра в секунду. Во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23. Температура воздуха ночью – плюс 17-21, днем – 26-31 градус тепла. Дорогие радиослушатели, в студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова